В стенах пожарно-спасательной академии Иван Иванович Карабань чувствует себя как дома. Тогда еще пожарно-техническое училище Иван Иванович возглавлял 20 лет. За годы работы здесь это место действительно стало для него родным. Потому неудивительно, что свой 85-й день рождения юбиляр решил отметить именно здесь. Иван Иванович Карабань. Торжественно, но по-семейному. К празднику руководства, курсанты и кадеты академии подготовились основательно. Записали видеообращение от выпускников Ивана Ивановича. Тех, кто лично присутствовать не смог. А вот Игорь Паньшин, генерал-полковник внутренней службы, начальник Приволжского регионального центра МЧС, специально оставил окно в графике, чтобы лично поздравить своего первого командира. Человек очень удивительный, человек строгий командир. И одновременно в те годы, когда я был совсем молодой, 82-85 год, это был отец, командир, по-настоящему, по-течески заботился о нас. Просто удивительный человек. Он сумел сплотить коллектив курсовых командиров, преподавателей. И все, что мы сейчас имеем, это, конечно же, за дело. И школа с далекого 74-го года. Он являлся начальником училища, ИПТО, МВД, СССР. Выучить молодежь мало. Важно действительно воспитать профессионалов своего дела. Здесь юбиляр, конечно, преуспел. В числе его выпускников – 8 генералов. Однако Иван Иванович помнит и гордится каждым своим курсантом. И это, признается он, лучший подарок. Я горжусь своими выпускниками. За 20 лет я очень много вручил дипломов об окончании. Очного, заочного. И вот сейчас на заженственном мероприятии было 6 генералов. Поэтому люди растут, наши выпускники. И когда проходят встречи выпускников, то они очень гордятся первым званием. А выпускали мы техник-лейтенант, младший. Лейтенант, техник-лейтенант. Сейчас инженера выпускает. Поэтому это наша гордость. Теплые слова и пожелания, подарки, ну и, конечно, праздничный торт. Как же без него? Зажигать все 85 свечей не стали. По соображениям пожарной безопасности. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.